здравствуйте друзья вы на канале в алекса и тема нашей сегодняшнего разговора откупные дети рода тема появилась из вопросов на стримах ко мне когда возникают у людей в жизни ситуации я хочу сказать что той или иной проблемой задета любая семья у кого-то допустим есть в семье алкоголик да у кого-то может быть наркоман у кого-то человек попавший в тюрьму у кого-то больной ребенок страдающий какими-то нарушениями задержка психического развития аутизм инвалиды колясочники это все вот эзотерики называют объединяют в одно понятие откупные дети рода для чего появляются эти откупные дети рода в семьях какова цель какова их миссия но вы наверное сами догадались принципе это несложно это не наказание это не наказание это шанс шанс дается роду сплотиться вокруг этого человека помогая ему да выращивая его воспитывая его то есть в трудности люди должны объединяться да соответственно род живущий на данный период времени в данных временных рамках должен объединиться возле одного человека и продолжать дальше развиваться и процветать так вот ребенок с отклонениями появившийся в семье человек появившийся получивший возможно травмы это то что должно сплотить людей рода в одно единое целое что же мы имеем в жизни в реале на самом деле например родился ребенок в семье с отклонениями как правило мужчина не выдерживая года это очень часто бывает мне не хотелось бы конечно чтобы это было правило но это бывает и случается очень часто не выдерживают и года и уходят из семьи как говорится с глаз долой из сердца вон создает новую семью рожает других детей про больного ребенка и несчастную женщину которая у которой он остался в руках и забывают есть и такие индивиды женщины когда оставляют своих детей да имея неполноценного ребенка на руках слушая всевозможные шепотки врачей родственников избавься от него оставь его ты не сможешь да и тут происходит еще более тяжелые кармические какой-то долг на нарастает еще более возникает кармический долг для будущих поколений о том что миссии не выполнены родственники оставили этого ребенка и соответственно род отрекся от какой-то своей части живущей ныне части отрекся да и не выполнил свой кармический долг который должен был выполнить так что такое откуп откуп это плата да теперь вы поняли наверное что откуп это плата за совершенное когда-либо кем-либо в роду либо несовершенное тоже поясню несовершенное например вы кто-то остро нуждался в вашей помощи а вы не помогли оставили и вот вот этот вот грешок висит над вами над вашими будущими воплощениями и выливается уже в будущих поколениях там где ваша помощь реально вы могли помочь и реально была важна и вот это неоказанная помощь то есть то что мы сделали она висит грешком потом уже большим грехом потом уже вот таким толстым толстым при толстым огромным комом над вашим вот следующим поколением поколением над поколением поколением за поколением то есть как правило третье четвертое поколение если в семье произошел какой-то грех да какой-то но грех это все понятие относительно я не буду сейчас в эту тему влюбляться нехороший поступок да и как правило отражается это либо на третьем поколении либо на четвертом но бывают исключения бывают и человек виновный расплачивается своей жизни тоже такое тоже бывает оставим инвалидов оставим ненадолго темы детей которые страдают врожденными заболеваниями и к примеру возьмем людей попавших в тюрьму они же тоже чьи-то дети правильно людей совершивших тяжкие преступления именно совершивших а не попавших по ошибке хотя люди попадающие в тюрьму по допустим судебной ошибке тоже у них своя миссия они тоже искупают в чем-то эти невиноватые искупают в чем-то какие-то вот кармические долги своего рода так возьмем тех кто получает наказание уже ныне живущий и какова же это тоже откупные дети рода и какова же их миссия а ничего не изменилось в перестановке мест слагаемых сумма не меняется то есть то есть люди точно так же должны сплотиться вокруг того кто попал в беду в тюрьму в заточение в больницу и так далее может быть даже в плен да и максимально выжить все возможности все свои умения силы ведь все дается человеку то что дается только то что он может вынести это нужно обязательно знать и если что-то дано вам в этой жизни оно не могло пройти на вас вы с этим должны были справиться вы должны будете справиться и обязательно справитесь так вот тема откупных детей в роду она непосредственно вот об этом и говорит о том что род должен сплочаться для того чтобы сплотиться каждый должен пройти какое-то духовное развитие какую-то определенную переоценку ценности для того чтобы не хочется помогать больному родственнику хочется отстраниться да а если ты будешь это делать если ты сумеешь поставить себя на ступень выше преодолеть может быть страх визгливость лень далее тоже и прийти на помощь ну к примеру сестре или брату матери бабушки дедушки да и оказывать ему помощь то таким образом человек человек растет он происходит приходит к той осознанности которой от него вот хотел его род соответственно он откупается откупает всевозможные какие-то кармические долги да и встает на следующую ступень развития для того чтобы род его рос и процветал в благости и здравии что еще хотелось бы сказать по этой теме важная тема важный нюанс в этой теме то как сам откупной ребенок ну будучи допустим уже взрослым либо опять таки ребенком ну я уже перевожу на более взрослых людей ну к примеру человек родился с какими-то отклонениями в том плане что он всю жизнь должен провести в инвалидном кресле как он должен для того чтобы искупить кармические долги своего рода и соответственно может быть свои какие-то долги да если он будучи нормальным рожден нормально попал в инвалидное кресло как должен повести себя какова миссия этого человека да для того чтобы избавиться вот этих долгов для того чтобы закрыть вот этот вот кармический долг если человек проведя всю жизнь в инвалидном кресле не проявил должного духовного развития для себя хотя ему для именно для этого дается время вся жизнь осознать если человек обозлился ненавидит весь мир проклинает тех кто ну в нашем примере ходит ногами да имеет возможность передвигаться проклинает своего жалуется проклинает свою горькую судьбу обижается на то что вот брат или сестра нормальный а вы родители меня сделали родили что-то сделали не так родили меня таким то этот человек не проходит урок который ему предназначен родом он не проходит ту ступень развития и остается буксовать на той ступени до конца жизни и соответственно в следующем воплощении начинается все самое получает ту же самую роль ну может быть несколько видоизменен но я уже не буду углубляться в возможных подробностях получает ту же самую роль тот же самый кусок в кавычках перга который он должен быть должен был съесть то есть должен был принять себя и свою жизнь и тех кто дал ему эту жизнь в том виде как она есть жизнь наша это подарок сверху жизнь наша это я сейчас банальные фразы говорю а дальше более глубокий смысл жизнь наша это шанс то есть смысл собственно заключается в этом шанс вырасти духовно приобрести ценности измениться мягко говоря проще говоря измениться в лучшую сторону для того чтобы в следующей жизни измениться еще в более лучшую сторону и тут человек допустим да к примеру развивается развивается становится все лучше лучше от воплощения в воплощение и вдруг бац рождается к примеру ребенок страдающий аутизмом или с какими-то нарушениями казалось бы да среди того момента когда все хорошо и вот именно этот ребенок является откупным это ваше испытание если вы имеете такого ребенка на руках ваше испытание достойно продолжить развиваться и развивать свой род дальше достойно не пробуксовать не споткнуться не упасть в лицо в грязь лицо не отторнуть не отвергнуть а суметь это преодолеть в заключение нашего разговора кстати если будут вопросы я буду обязательно читать комментарии и по возможности буду отвечать на вопросы которые у вас будут возникать по этой теме потому что тема видео записано у меня спонтанно мне просто хотелось объединить тех людей которые имеют проблемы с детьми которые сами имеют проблемы может быть находятся прикованными к инвалидному кресту либо к кровати чтобы они знали почему это произошло чтобы они копали глубже и не завидовали тем людям у которых физическое тело имеет больше возможностей не завидовали не растили в себе эту боль эту озлобленность а наоборот культивировали в себе прощение добро любовь и посылали это во вселенную посылали это тем кто рядом преодолевали вот это вот испытание очень достойно и тогда может быть ну у каждого своя вера я не пропагандирую именно христианский или мусульманский эгрегор либо еще какие-то языческие веры и тогда я все это обвиняю под названием высшие силы и тогда высшие силы может быть даруют вам поймут что вы вот здесь вот в своей голове это испытание преодолели и готовы жить и согласны жить вот в таком теле согласны иметь такого ребенка оказывать ему помощь воспитание посвятить свою жизнь и тогда может быть высшие силы вам пошлют исцеление либо лично вам если у вас какие-то проблемы со здоровьем либо тому ребенку неожиданное исцеление такие случаи бывают да либо тому ребенку больному который у вас на руках есть либо той ситуации исправления той ситуации избавления той ситуации которая настолько тягостна но вы ее достойно проживаете преодолеваете либо помогаете кому-то в своем своей семье эту ситуацию преодолеть итак заключение то что нам дается сверху дается не просто так то есть каждому дается на посилие его то есть проблемы которые на нас взваливаются высшие силы дают нам для того чтобы мы стали более развитые для того чтобы мы сделали переоцветку ценностей для того чтобы мы достойно преодолели это испытание для того чтобы мы выросли поэтому не надо роптать знаете я вот сейчас такое боголепное слово которое не люблю но вот на ум сейчас точнее ничего не пришло не надо роптать не надо жаловаться не надо заломать руки к небу и кричать за что мы это прорабатывайте тему прорабатывайте ситуацию в своей жизни идите на помощь тем кто в ней нуждается потому что нам дается и даются испытания только те которые мы способны преодолеть то есть что бы в вашей жизни не произошло значит вы способны это преодолеть вы способны выжить в этой ситуации вы способны сделать благодаря этой ситуации себя лучше задавайте вопросы пишите комментарии поставьте лайк если видео понравилось подписывайтесь и предлагайте новые темы для разговора всего доброго до свидания берегите себя спасибо